Ириний Леонский Святителя Поликарпа Смирнского, ученика святого апостола Иоанна Богослова. Он же и крестил юношу, а впоследствии рукоположил его воприсвитера. По указанию святого Поликарпа Ириний отбыл в гальский город Лукдун, ныне Леон, где стал помогать престарелому епископу Парфину. А после смерти святителя был избран его преемником. За короткое время святой Ириней сумел обратить в христианство практически всех жителей Леона, раскрыв себе таким образом таланты истинного и умелого пастыря. Вместе с тем для святителя была первостепенной задача противостояния еретическим учениям, которых в то, послеапостольское время возникало превеликое множество. В результате этой борьбы на свет появились великие богословские труды, написанные святителем Иринеем. Самый известный из них – трактат о православном вероучении, обличении и опровержении лжеименного знания, или сокращенно «Пять книг против ересей». Другой, не менее известный труд – учение о едином источнике Ветхого и Нового Заветов – был написан святым епископом в опровержении еретика Маркиона, отрицавшего божественность Ветхого Завета. Примечательно то, что святой Иринеем всегда использовал как авторитетное доказательство в своих спорах священное писание. И удивительно то, что именно четыре книги – Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна – он объявил авторитетным писанием церкви. Именно они, по прошествии более ста лет, были утверждены как канонические на Первом Вселенском Соборе. Истинно, водителем в трудах его был Дух Святой. Жизнь свою святитель Ирине окончил мученически. Около 202 года из-за исповедания веры он был усечен мечом. И сегодня, 5 сентября, мы почтим память одного из первых отцов Церкви, ведущего богослова II века и апологета, священномученика Иринея, епископа Леонского.